Культурное, историческое и этническое богатство автономии. О том, насколько малая родина уникальна, обязательно должны знать ее жители. Просвещение лежит в основе миссии международного большого этнографического диктанта, который стартовал в автономии уже в шестой раз при поддержке регионального правительства. Проходит он с 3 по 7 ноября по всей стране. Подавляющее большинство людей пишет, это большой этнографический диктант, в онлайн формате. Понятно, что в связи с пандемией ковида. Тем не менее, в каждом регионе есть своя особая аудитория, в которой этот диктант пишется в очном формате, естественно, с соблюдением всех необходимых мер, то есть это и социальная дистанция, масочный режим. В этом году акция проходит на уникальной площадке, которая отражает культурные особенности региона. В единственном на Дальнем Востоке и в Сибири музей Иудаики, расположенном в здании синагоги. Наиболее подходящее место для этого, наверняка, потому что как раз в этом музее у нас проходит очень много людей, не только из нашей области, но и много приезжих из других областей, из других стран. И именно здесь люди узнают эту информацию о местном колорите, о еврейской культуре. И, конечно же, написать этот диктант в музей Иудаики – это очень подходящее решение. К соблюдению социальной дистанции подошли творческие участники акции, облаченные в костюмы, проживающих на территории автономии нации, расположились в разных уголках музея и погрузились не только в вопросы большого этнографического диктанта, но и в атмосферу родной культуры. Я считаю, что жители еврейской автономной области должны знать свою культуру и историю. Этот диктант поможет не только проверить свои знания, но и узнать что-то новое. На мой взгляд, историю должен знать каждый школьник, ведь это будущее России. Если не будут знать подрастающее поколение истории, то у России, соответственно, и никакого будущего не будет. Акция «Большой этнографический диктант» в онлайн-формате можно пройти на сайте www.miretna.ru. Приурочено мероприятие ко Дню народного единства. Организатором выступает Федеральное агентство по делам национальности и Министерство национальной политики Удмуртской республики. Ольга Тимченко, Кирилл Богаченко, Новости 21.